Спасибо, Кэффин. Гостиница «Националь» за очень хорошее, доброе достопримство. Хотел поблагодарить нашему промоутеру Кэффи Дува, который действительно еле, а сейчас, возможно, сдаётся с новыми людьми, с новыми вопросами, тем более, что Сергею не надо будет ломать язык, говорить на английском языке, он сможет пообщаться на своём родном языке. И, конечно, опять повторюсь, это самое большое спасибо Сергею, который верил, который мучился первые годы, но мы как-то верили друг в друга и прошли вот этот очень большой, большой и длинный, скажем, и на сегодняшний день счастливый, или как ещё тут выразиться, трудно сказать. Ну, вроде бы у нас получается неплохо, и мы, конечно, не будем останавливаться, будем идти. Что касается самого Сергея, у него сложилось, конечно, очень интересное и хорошее, как мы скажем, в конце, как в этой сказке, то есть всё плохо, 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 потом в конце получается всё хорошо. Боком в детстве, когда он ещё бегал пацаном, он мечтал стать, хотел стать и играть в хоккей. Для него хоккей – это была его игра. Но так как он вырос в не сильно богатой земле, не было возможности купить обмундирование на хоккей, поэтому маленькому ребёнку пришлось пойти в бок, податься в бок. Пару-трёх месяцев, как я сказал, случился тоже счастливый день, когда мы встретились, то есть платить за всё, ходил, дрался, то есть деньги я ему не мог платить за гонорары. Он рассказал, что ни я тебе не буду зарабатывать деньги, ни твой промоутер не будет тебе зарабатывать деньги, ты только сам. Вот где на сегодняшний день появился Сергей, выиграл все свои титулы, работая, тренируясь, и, скажем, своим трудом, своим потом. Некоторые, может, даже не понимают, насколько это каждая подготовка за каждый бой, сколько стоит нервов, сколько стоит его здоровья, работы проведённой. Поэтому я думаю, что у него ждёт ещё очень долгие и хорошие годы. Хороший чемпион, великий чемпион, я чем чемпионом, и это на долго. Я думаю, что гавкин смешётся. Вот он, Сергей Виллёв. Спасибо всем. Какие-то вопросы? Очень приятно. Я извиняюсь, я поприветствую своего друга Стивна Сигала и Фейла Егорова, что они пришли. Это человек-легенда своего рода тоже. И в единоборствах, и как актёр. И это лично. Это ЮК. Это очень вероятный человек. Я вероятный человек. Спасибо большое. Спасибо. Так что, ну, я знаю, немного, конечно, волнулись. Мы росли, воспитывались как мужчины, занимались вместе боксом. Но в определённый момент Звядр свалил на меня, скажем так, обязанность бокса. Так вот, я в боксе, добиваюсь успехов, он в бизнесе. И мы друг друга также поддерживаем, встречаемся. Так что, ну, давайте начнём, я не знаю, какой регламент, вопросы, что кого интересует. Спасибо, коллеги. Давайте постараемся оправдать ожидания Дегиса. Будем задавать интересные, актуальные вопросы. И по поднятой руке я буду подходить и давать вам микрофон, чтобы было всем слышно. И по возможности представляйтесь. Не вижу. А, вот. Здравствуйте. Хотел бы всех поприветствовать ещё раз. И поздравить с обладанием трёх поясов. Это очень здорово. Хотел бы узнать, вот вопрос к Сергею Ковалёву. Какое было чувство, когда Хопкинс выбрал вас как своего соперника? То есть, и такая большая возможность. То есть, какое было ощущение и подготовка перед этим боем? Вот эти внутренние переживания, да? То есть, и вот ощущение того, что вот удача близко, да? То есть, как вы с этим справились? Спасибо. Спасибо за вопрос. Это было вообще для меня неожиданно, конечно. Потому что, ну, это был 2014 год. И в начале года как-то, каким-то образом появился у нас такой разговор о возможном бою против Бернарда Хопкинса. Вот. Ну, буквально. А нет, это был 2013. То есть, когда, скажем так, я стал главным претендентом на титул АБФ, которым тогда владел Бернард Хопкинс. Вот. И мы ждали от него ответ там. То есть, у него было время месяц, чтобы нам дать ответ. И тут буквально в течение там первой же недели вот этого месяца поступило предложение стопроцентного реального боя за титул чемпиона мира в Англии с чемпионом WBO Натаном Кливерли. И я, конечно же, не стал раздумывать и ждать боя с Хопкинсом. Потому что неизвестно было, какой будет ответ – да или нет. Мы пошли путем стопроцентным, гарантированным, что этот будет бой. Вот. И как-то вот потом надежда на бой с Бернаром Хопкинсом вообще потерялась. И 2 августа 2014 года я боксировал с Блэйком Каппарелло. Вот. И в день взвешивания на встрече с телеканалом HBO мы сидим за переговорами, и Кэти Дува мне наложит на стол контракт на бой с Хопкинсом. То есть это был такой пинок под зад, скажем так. Вот. Ты должен с тобой выглядеть, у тебя бумага. Все зависит от тебя. Подписываешь эту бумагу, этот договор, и бой реален. То есть я, конечно, даже не раздумывал. Я подписал контракт. Потому что, ну, не мог, конечно, в это поверить. Первые там дни свои, да, вот. Даже уже я боксирую и выиграв этот бой, я не мог поверить, что я пацаном в 15-16 лет смотрел бои Бернарда Хопкинса, то есть Дела Хоя, то есть это тогда было их время. Когда мы росли, они уже были на большой сцене. И вот так вот я не верил, скажем так, произошедшему. Но в Эконсолье все случилось, как оно случилось, и я очень зарад, и это большая благодарность моей команде за этот успех. Ну, а как готовился к этому бою, то уже осознав, скажем так, что это на самом деле реальность. Вот. И психологически, конечно, был сложный момент, потому что это легенда, это было давление. Это было давление. Но меня мотивировало, что у него на тот момент уже было два пояса, и я хочу сотворить историю, скажем так, для самого себя, на что я вообще способен. Поэтому каждый мой бой – это новая мотивация. На сегодняшний день, даже мой прошлый бой, скажем так, против малоизвестного Нажиба Мухаммеди, это тоже была большая ответственность, потому что завоевать порой сложнее пояса, чем их отстоять, потому что ты уже, скажем так, имеешь, да, и можно, если неправильно настроиться на бой, можно их просто потерять. Поэтому мне на сегодняшний день стыдно проигрывать вообще любому сопернику, конечно. Поэтому это меня мотивирует, и я усердно тренируюсь для того, чтобы быть и оставаться чемпионом. Все, вы что, в Сибири, хотел бы подарить сразу, подарить. Даже так? Коллеги, первый вопрос был не от журналиста, а от художника Арсения Власова, который специально к сегодняшнему мероприятию буквально за один день нарисовал портрет Сергея. Вот, собственно, вы планировали вручить в конце пресс-конференции, да? Спасибо большое. Давайте продолжим пресс-конференцию. Следующий вопрос. Коллеги, вижу Борис. Менеджер сказал, что первые три года фактически он оплачивал всю вашу подготовку, проживание в Штатах, да? Можете ли сказать, что вот за три года, когда вы уже вышли на большой уровень, рассчитались со своим менеджером и пошли в плюс? Спасибо. Да, на сегодняшний день мы в расчете и продолжаем работать как команда с целью заработать дальше. То есть, ну, раз коммерческий такой, экономический вопрос. То есть, да, мы на сегодняшний день стараемся заработать денег, уже долги у нас заклютые друг перед другом. И мы в поисках новых больших боев для того, чтобы обеспечить себе будущее и также искать новых талантов, которым бы была возможность помогать также реализовать свои цели, мечты и выйти на большой рим. Вернемся к Стивену Сигалу. Просто вчера у нас такой дружеский ужин был, за которым меня всегда восхищала его мощь, его умение владеть боевым вот этим искусством айкидо. И я попросил его показать какую-то козырную фишку. Вот он мне показал технику своих поражающих ударов. Они, скажем таки, невидимые удары, которые очень сильно повреждают, очень наносят большой урон. Вот, ну, я об этом, конечно, не буду вам сейчас рассказывать и показывать. Я в тренировочных своих лагерях постараюсь это подключить к своим тренировкам. И, может быть, получится даже это продемонстрировать на риме. Но, опять же, это надо умедлить года, нужно иметь года, чтобы научиться в экстренных ситуациях, таких как бой, да, бой это драка, то есть там все на пределе, все это на адреналине. Вот, это надо об этом, скажем так, не забыть, то есть до автоматизма довести попробуем, и, может, как-то будут бои еще раньше заканчиваться. Вадим Фурсов, телеканал «Бои». Это травма, не дай бог, поэтому, выходя с такой легендой, как Бернард Хорфис. Сергей, вы, наверное, в курсе уже, если нет, то кратко сообщу вам, что с ноября в России начинают действовать новые телеканалы. Он вливается в бой, и это то, что делаем мы. Представители боевых искусств. Мы расслабляемся и передаемся бою, наслаждению. Окей. Я имею большую честь быть его другом. Большое спасибо. Мы ввели приговор с некоторыми представителями некоторых боксеров. Нет смысла говорить о том, кто это будет, потому что если будем называть имена, то и цена будет расти. 28 ноября мы все узнаем имя. Ну и еще один, точнее, еще вопрос. Вот в этом коротком списке кандидатов рассматривается все-таки Адонис Стивенс. Адонис Стивенсон, Адонис Стивенссон, Адонис Стивенссон is always on the list, but he always finds someone else to fight. Он всегда находит кого-то другого для того, чтобы драться. Я не думаю, что он будет драться в России. Он даже боится боксировать в Канаде, поэтому я не думаю, что он приедет в Россию. И момент такой, то есть, да, вот есть запланированная примерная дата, реальная, которую мы бы хотели. Это 28 ноября, Москва. А по реальному сопернику это сложно на сегодняшний день сказать. Это мы в процессе, сейчас все будет зависеть от того, от исхода наших переговоров, которые у нас продолжаются, и еще вот после пресс-конференции еще будут. То есть, пока все в воздухе, работаем над этим. Еще один вопрос, если позволите. Вот все-таки, как считает Крети Дува, есть у Сергея в этой своей категории еще вообще в мире соперники, или настолько он уже, что называется, вычистил всех? Вычистил категорию, вернее. I think there are very, very many opponents for him in this weight class. Я думаю, что существует много. You just mentioned, we've mentioned Adonis Stevenson, Artur Biterbiev. Adonis Stevenson, Artur Biterbiev. There's a young man, Yuneski Gonzalez, coming up. There's Andre Ward. Andrew Ward. There's Isaac Chalimba. Elidore Alvarez. There are a lot of interesting fights. Juergen Brommer, another one. Очень много интересных. There are lots of interesting opponents. As Sergei goes out, and he has three world titles now. If you want to be a fighter in the light heavyweight division, if you want to be a champion in the light heavyweight division, you don't have very many choices anymore. Well, if Sergei wants to be a champion in the light heavyweight division, then, of course, he needs to continue to fight the fight. We have faith, they'll all come around, and he'll get plenty of fights. There are also young men out there who we've never met, who we don't know of yet, who are coming up, and they will be there because he's going to be champ for a very long time. There are a lot of young men who we don't know. We don't know about it. I can speak more about it. I'll speak more about it. I don't know about the division division. There are those talented people who are talented and who are now in my category. Моя категория. Мы никогда не знаем, как они выступят со мной. Поэтому есть с кем боксировать в будущем. И это... Сейчас рано говорить, что я кого-то зачистил. Поэтому мы открыты для любого боя. Мы продолжаем зачищать полутяжелый вес, чтобы быть лучшими. Но на сегодняшний день наша главная цель, конечно, объединить все четыре пояса. И потом мы уже будем решать, держать их нам все четыре. Или же по какой-то одной версии двигаться. Рассматриваемся, опять же, смотрим, кто проспонсирует этот бой, кто будет его транслировать, какие. Бой на другом телеканале по требованию компании, которая выиграет, Бирс Бит. А это вполне может соответствовать. Что станет с менеджером, а временем и этой командой, которая не ведет. Что такое Crusher Promotions? Это новая промоутерская компания или это какая-то вспомогательная? Все мои бои подключаются к проведению ВПК. У меня два вопроса. Один Сергею, другой его команде. Вот, Сергей, сейчас спортивная жизнь, большая спортивная жизнь, и столица постепенно перетекает в регионы. Вот только что в Казани закончился чемпионат мира по водному виду спорта. В вашем родном Челябинске в прошлом году был чемпионат мира по дзюдо. Возможно ли когда-нибудь проведение титульного поединка среди профессионалов за титул чемпиона мира в Челябинске, скажем? Спасибо за вопрос. Да, я вообще хочу сказать, что Челябинск это очень спортивный город, где на сегодняшний день построено очень много спортивных объектов, стадионов. Также идет поддержка спортсменов. Но меня, как я, боксер профессионального бокса, а не любительского. То есть мы как-то добиваемся этой поддержки не из Челябинска. И поэтому я хочу сказать дальше, что Челябинск это большой спортивный город, и бой там реален. Но опять же, все будет понятно от проведения этого боя в ноябре. То есть посмотрим, насколько я на самом деле людям интересен, мой бокс насколько интересен, сколько народу придет. И меня поддержать, то есть посмотреть это шоу. И исходя из этого мы будем уже думать дальше. И я считаю, что вообще правильно, что матчи, всякие чемпионаты Европы и мира проходят в регионах нашей страны, где это дает возможность популяризировать спорт вообще в целом. Потому что наша нация должна быть сильной, здоровой и успешной. Спасибо.